Друзья, всем привет! Вы на канале FieldTime, с вами как всегда Станислав и сегодня мы будем рассматривать новинку от микробренда Foibos из коллекции Apollo. С 2021 года это уже третье поколение коллекции, посвященной космической отрасли. Слева направо располагаются часы от первой версии до самой новой. Обзоры на каждую из этих моделей можно посмотреть в карточках товаров на нашем сайте, ссылки оставлю в описании к этому ролику. Напомню, что это первая коллекция, в которой бренд Foibos решили отойти от дайверской стилистики и посвятили часы космической тематике, а модель назвали в честь экспедиции на Луну, Аполлон. Каждая модель сделана из титана с покрытием UltraHack, придающему часам больше устойчивости к царапинам. Причем, если в предыдущих моделях класс титана использовался HV800, то в новой модели его повысили до рейтинга HV1200. Так что часы стали еще более крепкими и прочными. Всего в новинке было представлено 5 версий часов, 3 из них вот с такими уникальными циферблатами. Камуфляж впервые появился у бренда Foibos. И 2 версии в более привычных циферблатах, но от этого не менее интересных. И в общем-то я буду рассматривать часы на примере одной модели, а циферблаты отдельно вам в середине обзора детально покажу. Часы поставляются в переносном тревел-кейсе Foibos. Обычно такой кейс сразу говорит, что это более премиальные часы бренда. Модели попроще, идут в классических квадратных коробочках. Мне этот кейс очень нравится, он удобен и идеально подходит для переноски и хранения часов. Что мне сразу бросается в глаза, когда я беру часы в руки? Новинка получилась самая легкая. У нее вес составляет 125 грамм. Самая тяжелая предыдущая версия, так как она в общем-то на нержавеющей стали, нержавейка ощутимо тяжелее. 200 грамм и 132 грамма. Самая первая версия, буквально на 7 грамм тяжелее, чем новая версия часов. Тем не менее, даже вот эти 7 грамм ощущается, когда я по отдельности не держу часы в правой и левой руке. Изменения коснулись и расположения головки. В начале Фойбос разместили ее в правом нижнем углу часов, что кстати очень удобно. Потом симметрично в противоположную сторону. А в новинке вернули в самое привычное положение у отметки 3 часов. Мне конечно больше импонирует, когда головка находится в нижнем углу корпуса. Это и смотрится необычно и довольно удобно. Если в предыдущих моделях на задней крышке красовался космонавт, то в новой модели этот рисунок решили упразднить. Космонавт этот всегда был на любителя, поэтому Фойбос видимо решили, что любителей не так уж и много. Изменили немного и форму тип застежки. В прошлых моделях она была с двойной фиксацией. В новых часах крепит ее только треугольный язычок. Застежка смотрится немного современнее. И несмотря на то, что я не люблю такие застежки, в этой модели она выглядит вполне гармонично. И хорошо сочетается с общим дизайном часов. Безель в двух предыдущих версиях керамический на 120 кликов. Так как в новой модели старались поднять защиту корпуса и браслета, то и безелю решили уделить внимание. Он имеет уникальное покрытие DLC, которое по прочности не уступает карбону. И более прочное, чем керамика. Безель имеет очень четкий, уверенный ход. Никаких люфтов здесь и близко нет. По размерам все три модели идентичны. Кроме веса, что я указал ранее. Диаметр 41 мм. От ушка до ушка 48 мм. Толщина 12,5 мм. Ширина браслета составляет 22 мм. Единственное, что чисто визуально новая модель мне кажется чуточку меньше в диаметре. Даже не знаю, как бренду удалось добиться такого эффекта. Я реально думал, что они на 1 мм так точно меньше. Но инструмент показывает, что это не так. Размеры одинаковые. Вот так эта красотка смотрится на моем запястье 18 см в обхвате. Посадка идеальная. Ушки не выпирают. Четко садятся под мою кисть. Давайте освежим в памяти и предыдущие версии. Как я уже ранее говорил, корпус и браслет этой модели сделаны из сверхпрочного титана с рейтингом HV 1200. Мне нравится, что часы имеют серебристый оттенок и в какой-то степени напоминают модель из нержавейки. Когда обычный титан имеет чисто матовый цвет. И в какой-то степени я приятно удивлен отделкой этих часов. Особенно браслета, на которых обычно экономят. Сделан он невероятно круто. Сам браслет на винтах. Очень легкий, нежный. И имеет дорогой шелест. Когда я более детально начал рассматривать циферблат, то понял, почему эти часы показались мне меньше. На предыдущей версии циферблат больше. Больше он кажется за счет того, что в нем нет вот этой полосочки, которая есть как раз таки на новой версии. Она немножечко скрадывает размер циферблата. И за счет этого и сами часы смотрятся немножечко меньше. Циферблаты это одна из вишенок часов. Давайте будем постепенно их все рассматривать. Этот цвет называется цвет вселенной. Он очень интересно переливается. Я не знаю, насколько у меня получится показать вам это на камеру. Но здесь вот покрытие, смотрите, оно же буквально меняет цвет от серого к черному. И это в реале так происходит. Камуфляжный цвет. Снова же переливание. Стрелки в форме ракет. Дата на отметке 6 часов. Очень мощные, брутальные метки под стать стрелкам. И вот этот циферблат называется лава. Здесь четко видно. Смотрите, как хамелеон меняет цвет. Если не учитывать, что здесь нет детальной минутной разметки, то читаемость прекрасная. Хотя сейчас я вот снимаю и понимаю, что минутной разметкой можно ориентироваться на безеле. Я думаю, кстати, для этого ее на безеле и сделаны. Таким образом, на самом деле, часы очень продуманы. И более привычные цвета. Такое классное зерно. Обратите внимание, что ощущения, будто стекла нет. Очень крутой, дорогой эффект. Последний цвет серебро. Прекрасный контраст черных стрелок. Черные окантовки на метке часов. Кстати, достаточно популярный цвет. И, наверное, один из самых хорошо читаемых из всех пяти моделей. То, что вы видели, это швейцарская суперлюминова. На стрелках, метках часов на безеле очень ярко светит. Причем у Фойбос это всегда 15 слоев. Поэтому светит по-царски. Закрывает всю красоту циферблатов сапфировое стекло с тройным слоем антиблика. А еще в этой модели повысили водозащиту с 200 метров у предыдущих версий до 300 метров в новой. Модели, несмотря на то, что это часы в космической стилистике. Да, и механизм установлен здесь более серьезный. Японец Miota 9015 против Seiko NH35A в первых версиях этой модели. Этот механизм на 24 камнях. Имеет запас хода 42 часа. И работает на частоте 28800 полуколебаний в час. Погрешность от минус 10 до плюс 30. И секунд в сутки. Это по паспорту. На деле обычно всегда лучше. Ну что, друзья, я готов подводить итоги. Цена вот этих трех красавцев с более дорогими циферблатами составляет в нашем магазине на сегодня 26250 гривен. Две вот эти модели имеют цену 25200 гривен. Первое титановое поколение на сегодня по остаткам имеет цену 15600 гривен. Таким образом, цена новинки выросла буквально на 10 тысяч гривен. За эту цену титан стал более прочным, да и отделка у него немного лучше. Безель имеет DLC покрытие, что также более надежное, чем керамика. Повысили водозащиту до 300 метров. Установили более дорогой механизм Miota 9015. И, конечно, видно, что с циферблатами поработали от души. По моим ощущениям, это очень крутые часы, которые по качеству сопоставимы с куда более дорогими моделями, куда более именитых брендов. Здесь же просто возможность купить взрослые часы за вполне адекватные деньги. А у нас вы покупаете только оригинальные часы Foebos с гарантией 2 года. На этом у меня, в общем-то, всё. Пишите в комментариях, как вам эти часы. Возможно, у вас есть опыт носки бренда Foebos. Делитесь. А с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.